Здарова всем парни, у микрофона Тусика, тут меня Дмитрий, ну и сегодня мы с вами рассмотрим такую скоперацию как Anubis Попробуем сделать из её уровня сложности Hardcore, как было это у нас с ледоколом Ну и посмотрим, как оно вообще зайдёт, не зайдёт Вот, так, поискал парочку моделек интересных, чтобы было более понятно, как, что я хочу сделать Вот, ну и будем останавливаться на некоторых моментах, чтобы банально как-то их менять Ну, без лишних слов, погнали Ну и первое место это, когда вы выходите из вертолёта и вас встречают первые две кобры На Hardcore я предлагаю поставить над ними два шершня, чтобы усложнить нам задачу прохождения Если встретите ублюдка, вы знаете, что делать Итак, после мы проходим, откроет ворота и как только вы убиваете двух кобр и лсушника на профи, вы идёте дальше Ну на профи, на Hardcore я предлагаю сделать, чтобы там было два лсушника Ну и когда вы открыли двери, там ещё у нас наверху стоял шершень, который так же само будет вам мешать в прохождении То есть две кобры, два лсушника, шершень наверху, ну и боты, которые и на профи идут и там стоят Итак, на этапе с дикобразами я предлагаю повесить три шершня, чтобы они нам так же мешали То есть мы имеем и так уже три дикобраза на профи Ну а на Hardcore у нас будет три шершня и в окнах, где у нас стоят лсушники Предлагаю туда добавить ещё парочку гранатомётчиков, чтобы так же нам мешали прохождению В этом месте я предлагаю поставить как и тонну ботов, как-то на профи имеется в виде тяжёлых пехотинцев Ну а так же при активации, чтобы вылазила кобра, а вместе с ней две мурены и один шершень появлялся сверху Думаю, будет тоже довольно-таки прикольно и неожиданно Как только вы спускаетесь к кобре, вас будут ждать сразу же справа и слева две мурены и шершень наверху Думаю, будет довольно-таки весело, чтобы сняли просто-напросто кобру уже бегите Ну кобру и шершня убили, бегите сразу же скорее налево в проход А тут вас встречают две мурены и тяжёлые пехотинцы с штанусами Ну что касается минного поля, то тут уже смотрите и решайте сами Потому что я особо такого прям прикольного ничего не придумал В принципе, ну мины и мины дурели тут спихнуть, грубо говоря, некуда Поэтому просто, наверное, так и оставим, просто накрутив урон ботам А так, в принципе, переходим на вторую часть Анубиса Ну что касается вот этой длины, по которой мы пробегаем до турелей То здесь тоже особо такого прям интересного ничего сказать не могу Единственное, что просто-напросто сделать побольше ботов Также им поднять урон, чтобы они нам всячески мешали прохождению На этих турелях я предлагаю поставить справа мурену, ну а по центру поставить шершня сверху И да, я знаю, от шершни вас уже тошнит, но это турель, которую я могу спокойно шотнуть на расстоянии Достиг мы за контролем, дочек мы за вас пополним И так Так, на мосту я предлагаю добавить к правой кобре еще одну кобру справа Ну, можно, конечно, и три сделать, но две, я думаю, будет в самый раз Потому что три просто вынесут любого А две вполне можно взорвать даже одной гранатой Ну а на противоположном, скажем так, крае на мосту заменить кобру на скалопендру Ну и сверху поставить шершня Здесь я предлагаю заменить кобру на скалопендру Над ней подвесить двух шершней Ну а справа повесить, ну, сделать дикобраза На лодках, я думаю, поставим также два шершня наверху, чтобы они могли ездить туда-сюда Один кроет первую часть подлодки, а вторую же вторую часть Их, конечно же, можно сразу же снять Но при этом нам будут мешать боты, а именно гранатометчики Снайпера, ЛСУшники Ну и, конечно же, тяжелые пехотинцы с штурмовиками На данных кобрах я предлагаю поставить право-лево дикобразов в стенке Ну а над кобрами повесить двух шершней На данном этапе моста я предлагаю к кобрам подставить наверху по два шершня И посредине поставить скалопендру Ну, разумеется, как только мы активировали, и маст пошел Вот, они появляются и мешают нам дальше пройти Ну и, само собой, боты, как же без них На этапе этой сервера я предлагаю к кобрам, которые находятся и так уже С левого справа полмолчания На верх мы вешаем двух шершней А справа слева, вот в этих вот проходах, мы ставим по две мурены Ну и, само собой, боты Что касается пирамиды, ну, здесь как бы все понятно Я предлагаю, чтобы внизу у нас были, ну, как тяжи, так и палки Как, в принципе, ну, сейчас на профи имеется на пирамиде боты, само собой В виде гранатометчиков и штурмовиков с солдатами Я думаю, будет самый сок Ну и из такого прикольного, я вообще думаю, может вертолет добавить Какой-нибудь, банально, там, какой-нибудь К-50 Который просто-напросто пролетает и стреляет по нам из автоматов Вот, ну и стреляет именно со стороны пирамиды Чтобы мы как бы спрятались за коробки с пирамидой спиной А он в это время просто-напросто летал И обстреливал нам тыл, пока не спустился лифт Как только лифт спустился, К-50 улетает Я думаю, будет довольно-таки прикольно На этапе, там, в кругом, где идут зомби Пожалуй, можно добавить вот таких вот двух зомбарей Именно укрепленного, именно Гранила-2 Который прямо самими щитами может сломить такой нехилой езды Ну и вот такого вот Омега-2 Именно такого более бронированного и более сильного, чем его предыдущая версия Потому что этих двоих почти нигде не используют Что касается у нас последней финальной стычки Когда мы ждем машину, то здесь я предлагаю выпустить абсолютно всех зомбей А именно побольше крикунов, побольше камикадзе, побольше громил Чтобы, скажем так, усложнить нам сдачу Вообще, в идеале, конечно, чтобы на третьей волне последней были чисто крикуны и громилы-2 Именно эти вот самые со щитами Было бы вообще замечательно Первая волна такая расслабон там альфа-бета Вторая, это добавляется у нас камикадзе и крикуны с громилами А третья волна, это уже тупо громилы и крикуны Я думаю, будет вообще просто сказка И проходиться будет очень даже проблемно в этом последнем моменте Ну а что думаете вы, пишите в комментариях Ну на этом все Надеюсь, видео вам понравилось Пишите свои мнения в комментариях Что бы вы хотели поменять и добавить Я лично вот поиграл, так посидел, посмотрел, что не хватает И я думаю, довольно-таки прикольно было бы Само собой, конечно, урон повысить как на каньоне Потому что сейчас, если сравнить Анубис с каньон То урон там очень разный И Анубис, грубо говоря, сосет в плане урона Какой сейчас у нас имеется на каньоне Поэтому добавляем урон как на каньоне На Анубис Хардкор Делаем изменения, какие я сказал Ну и свои можно добавлять И спицуха готова Делаем топовые награды И можно будет все эти катать Что бы вы добавили, пишите свое мнение в комментариях Ну а так, всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока